Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный видеоролик, связан с бездонатом. Давно у нас его не было. Если вам нравится данная рубрика, если вам нравится данный замечательный аккаунт, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Сегодня мы, как всегда, записываем игровой видос. Сегодня у нас будет даже новое звание на данном замечательном, интереснейшем аккаунте. Давайте попробуем за пару каточек выполнить все задания. Ну, наверное, 100 киллов я, конечно же, не набью, но что касаемо командного боя, что касаемо осады, я думаю, что данные две заданки можно будет выполнить. Дополнительно, конечно же, расскажу, что у меня вообще продвигается с данным аккаунтом. Вы видите, что кристаллов на нем нету, ну а прокачки потихонечку-потихонечку прибавляются, да, не сказать, что быстро. Все-таки, как я уже сказал, кристаллов на данном аккаунте большого количества нету. Ну, а для того, чтобы они были на нем, надо хотя бы играть. А в последнее время у меня особо не получалось. Данному аккаунту вообще, в принципе, уделять времени, но я думаю, что в ближайшее время я буду уже больше смотреть на него. И если вам вообще заходит данный акк, если вы его поддерживаете, то давайте наберем 200 лайков, и я, соответственно, буду знать, что вы ждете новый видос и то, что мне стоит его прокачивать. Также сегодня, я думаю, что мы получим новое звание на данном аккаунте. Это будет уже майор, и это уже такая небольшая планочка, плюс дополнительные кристаллы. И я думаю, что какой-то дополнительный буст, соответственно, уже на этом аккаунте будет. Начнем, наверное, давайте с ТДМ-очки. Уже пойдем пикаться. Что касаемо вооружения, то здесь как бы у нас ничего не меняется. Это дико гром. На фрезе я как не играл, так и не играю. Что касаемо устройств, пока я точно на них обращать внимание не хочу. Резисты тоже меня особо не интересуют. Максимальный акцент идет, конечно же, на прокачку грома и диктатора. Но для того, чтобы все это дело было как можно быстрее, да, наверное, надо просто чуть больше катать. Я сейчас уже закончил все определенные там задания, челленджи на своем основном аккаунте. И, соответственно, сейчас уже по вечерам можно будет спокойнейшим образом заходить на эти Аки. Не только на бездоната, но и на других моих мультов. И сбивать пыль, сбивать заданочки, чуть-чуть прокачивать аккаунт, дополнительно фармить кристаллы. И, соответственно, уже накапливать те кри, которые пойдут на микропрокачки. Что касаемо боев, то здесь я думаю, что все должно быть максимально, наверное, таки просто. Просто закидывает меня на бой, не упротив звания, но такие прям, я бы сказал, даже маленькие. Посмотрим, что получится. Мне надо за этот бой, ну, попробовать как можно больше, наверное, кристалликов поднять. За катку, не знаю, будет у меня здесь шанс поднять хотя бы, ну, каких-нибудь там четыре сотни. Но если за две катки, ну, я думаю, что за две катки сегодня вполне реально поднять 800 опыта без особых проблем и, соответственно, поднять себе уже дополнительное звание. Ну, и, конечно же, мы, друзья, играем на победку. И нужно постараться, нужно постараться выиграть данный замечательный бой. Я думаю, что особо здесь сопротивления, по идее, не должно быть для моего такого замечательного аккаунта. При том раскладе, то, что сейчас уже ребята на этих званиях не имеют таких крутых вооружений, уже все поулетали. Даже если у кого и были такие, какие-то жесткие М3, может, даже кого-то М4 вооружения выкачаны. То сейчас, я думаю, что уже таких сверх жестких нагибаторов особо и не встретишь на данных званиях. Но раз за разом, конечно, может и бывает, там попадается кто-то. Но я думаю, что мне здесь особо никто сопротивление не сможет противопоставить. Какой-то только адвокатик есть, я не знаю, что это за адвокат. Может, это Димасик сидит, аккаунт новый какой-то выкачивает. Но, скорее всего, наверное, таки нет, но ладно. Короче, келяем, фармим, поднимаем новую звонку. И, наверное, таки получаем дополнительные кристаллы. Все-таки не так часто у меня вообще звания поднимаются на видеороликах. Прямо-таки всякие бывают моменты, когда я просто записываю видос, где у меня звание поднимается. Ну, а тут чисто в игровом видосе у нас будет плюс одна замечательная звонка. По бездонатику многие ребята вообще меня просили записывать почаще видосы на данном замечательном аккаунте. Но вы сами понимаете, что когда проходят всякие турниры замечательные, да, то акцент на такие аккаунты, наверное, у меня в приоритете не ведется. Но когда уже все заканчивается, то, соответственно, конечно, мы можем все это дело записывать, прокачивать. Ну и потихонечку, потихонечку, конечно же, подниматься по опыту, по вооружению. И такие вот видосы, конечно же, записывать. Пока все складывается максимально круто. Я набил уже 14 киллов, здесь и по опыту все идет довольно-таки хорошо. И по катке в целом, да, то есть 30 на 8 мы ведем. Звание, конечно, против, ну, такие, да, как бы у воронтов закинуло. Есть, конечно, и полковничек какой-то замечательный. Но, по сути, особо никакого жесткого сопротивления здесь, наверное, противник мне не сможет противопоставить. И эта катка должна заканчиваться, ну, вот так вот. Вот так вот, как она сейчас и идет. Мне интересно, сколько я вообще кристаллов за такие катки буду поднимать. Потому что кристаллы сейчас играют очень важную роль на данном аккаунте. И если я за такой бой получу, ну, каких-то там, 5 сотен, или, может, даже больше, то это вообще будет очень неплохо. Потому что у меня там еще заданка на осаду. И все-таки сейчас у нас фанды x2, как бы, в игре, да. Опыт x3. Опытка идет хорошо, вообще великолепно даже, я бы сказал. Ну, вот, интересно будет, сколько кристаллов все-таки с такой катки получу. Раньше тут, наверное, по 200 кристаллов можно было с боя получать. Ну, максимум, там, наверное, 300 каких-то. Интересно, сколько сейчас мне дадут с повышенным x2 фандом. Но если каких-то 500, 600 залетит, будет вообще, я думаю, что замечательно. Пока что моя команда особо даже и киллы не делает, если честно. Против какой-то хори рельса замечательная пикнулась. Но у меня 22 килла, у моей команды в сумме чуть больше этого, да. 30 у команды в сумме, у меня 22. Нормально, нормально, идем. Главное, что выигрываем. Главное, что противник особо не сопротивляется. Получается, даже, я думаю, что сейчас сделать быструю досрочечку. Там еще и, я так понимаю, что будет возможность мне открыть недельные коктейнеры. И будет вообще все супер. Потому что под конец видоса, я думаю, что поставим на прокачечку. А, я думал, у меня 800 дозвания. У меня, оказывается, не 800 было опыта дозвания, друзья. У меня было 1800 дозваний. Блин, тогда ситуация усложняется, если честно, друзья. Ну, я не знаю, успею из-за этого видоса все-таки получить дополнительную званочку или нет. Но постараюсь сейчас, постараюсь выложиться на максимум. Если я в этой катке еще подниму каких 300-400 очков опыта, то я думаю, что в следующей катке у меня уже получится, соответственно, получить данное звание. Потому что, ну, больше двух боев, я думаю, что катать за один видеоролик на таких аккаунтах нежелательно. Чтобы видос не был там за 20 минут, за 25 даже, может быть, получится. Чтобы он был в пределах разумного. Вы сами об этом меня когда-то просили. Ну, а я уже и не стал записывать больше таких уж долгих прям жестко видосов. 65 киллов, осталась пятерочка всего лишь до конца данной катки. Мне было бы неплохо, наверное, поражать хотя бы какой-то овердрайв, чтобы получить дополнительные очки на тиммейтов. Но мои тиммейты постоянно куда-то убегают, и я никак их не могу поблагодарить за то, что я катку выиграл, можно так, наверное, сказать. Вообще никто не хочет подъезжать. Ну, вот стоит сейчас. Ну, я уже до него не доехал. Три семерочки, красиво, красиво. Три семерочки, это очень хорошо. Я получил. Теперь пикаемся на осаду. Осталось 860 опыта. 860 опыта. С математикой мне, конечно, хреново оказывается. Я что-то как-то посмотрел. Мне казалось, что мне осталось там вообще понты до звонки. А по факту оказалось, что там 1800 было, а не 800. Ну, я надеюсь, что сейчас за этот бой, если все пойдет хорошо, то я смогу данное замечательное звание полноценно уже получить. И у меня будет уже без донатик майорчик, майорчик. Сколько еще кристаллов? Я даже не знаю, дают дополнительно. Но я думаю, что на прокачку Грома и Диктатора на один шаг точно мне должно всего не хватать. Может, еще и из контейнера что-нибудь хорошее дропнет. Будет один контейнер. Я еще и недельный там открою. Посмотрим, что мне на дропы. Так, кидает меня в катку, которая уже начата. И это, если честно, не есть хорошо. Потому что уже у ребят здесь будет овердрайва, а у меня еще его не будет. Хотя, если честно, у меня на маке все овердрайва особо, наверное, даже сильно это не мешает. Главное, наверное, просто упарываться сейчас в эту точку. Так, ее захватывать. И, соответственно, зарабатывать дополнительный опыт. Закатку за 6 минут получить надо 800 опыта. К слову, вчера хотел, друзья, еще акцентировать свое внимание на том, насколько жестко можно вообще формить кристаллы в Джиггернауте и опыт. Хотел записать для вас тоже один интересный видеоролик. Но, к сожалению, у меня не получилось сделать какого-то такого глобального рекорда. И я как-то с этой темочкой немножечко-немножечко подутих. Но если что-то подобное еще выглядит хорошее, то я думаю, что можно будет записать видос по Джиггернауту. Потому что по Джиггернауту очень много мыслей всяких имеется. И этот режим является, ну, как по мне, наверное, ключевым в игре. И на мультах, и на основах для меня лично. Где можно получать как большое количество опыта, так же и большое количество кристаллов. Поэтому я на него в последнее время акцентирую очень сильно свое внимание. И сейчас на той точке находится очень большое количество противников. Но, к сожалению, я просто ухожу на респ от одного выстрела. И это очень, очень, очень плохо, друзья. Потому что сейчас я улетел от одного выстрела, а мне 800 опыта до звания. И это означает... А, генералов бросает. Я понял. Я понял. Все, я понял. Я все понял, у меня еще и крит ошибка. Короче говоря, друзья. Думаю, что мне не стоит, наверное, сейчас на данном видосе терять время. В этой катке. И нужно попробовать ее вообще, по идее, перепикнуть. Во-первых, это не самая моя любимая карта. Во-вторых, если уж я акцентирую внимание на том, чтобы получить в этом видосе майора. То в этой катке, ну, при всем моем старании, наверное, я там получу плюс 300, наверное, каких-то опыта. И заданку-то я не выполню. Потому что мы уже ее сливаем, и катка была начата. Поэтому более разумно, наверное, сейчас будет этот бой перепикнуть. В надежде, что кинет что-то хорошее. И главное, что эта катка будет сначала. Да, и я смогу сейчас быстренько и выполнить миссию, и поднять звание, и вообще показать хороший, замечательный бой. И это очень хорошая катка. Это мосты, и это даже небольшие звания. И именно в этом бою, я думаю, что все может у нас здесь получиться замечательно. Давайте сразу с ДД-шки начинаем. Я, конечно, после основы привык к тому, что у меня всегда есть двойная расходка. То есть, либо ДД-ДА, либо наоборот, да, бустер-защитник. Все-таки этому способствует. И когда ты заходишь на такие аккаунты, и не можешь прожать одновременно два расходника, иногда становится очень как-то неприятненько, если честно. Ну, ладно, к этому уже можно привыкнуть. Все-таки здесь есть штурмовик, который после кила тебе кулдаун расходочки твоей тоже снимает. И поэтому дополнительно хотя бы какой-то плюсик у меня имеется. Но все-таки штурмовика, конечно, испортили. Раньше штурмовик был куда интереснее, куда замечательнее, да, данный дрон. Себя, как по мне, раньше очень хорошо показывал. Ну, когда его занерфили, он стал уже не настолько замечательным и не настолько эффективным. Но, что касаемо моих очков, то они поднимаются очень-очень хорошо для данного боя. И это значит, что уже совсем скоро я получу новое замечательное звание. Уже 500-очка осталось. Еще один овердрайв на своих тиммейтиков. Не знаю, кто там его получил. Но я надеюсь, что его вот эти вот все танки, которые стояли рядом со мной, получили. Опыты, конечно, сейчас за помощь диктатора не так много дают. Но это лучше, чем ничего. Если я не ошибаюсь, там по пятнашечки теперь дают, да, друзья? Если что, меня можете в комментариях поправить. Ну, вроде как пятнашки давали. И, соответственно, это тоже своего рода определенный плюсик. 14 на 2. Хорошо, идем. Против, не сказал бы, что сильные какие-то противники. Относительно того предыдущего боя, который был на замечательной карте Йоркшир. Которая мне в последнее время, ну, максимально вообще не нравится. Здесь, вот в таком бою, мне все нравится очень-очень. Даже еще даже точка всегда остается одной и та же. Никуда она не меняется. Ну и гром, конечно, на мостах. Очень хорошо себя показывает. Мне нравится вообще играть на нем. На данной замечательной карте. Главное, что у меня сейчас данный Гаусс... А, нет, у меня же не может слить. Я же просто в куполе стою. Здесь накидываю дополнительный урон. Птичечку. 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 Повердройв. И сейчас еще вот туда громчика хочу дать. Куда как-то громчика надо закинуть. От стеночки хотя бы. Или еще как-нибудь. Этот танк на я слить. На я слить обязательно. Хорошо. Слил. И теперь точку захватить. Главное, чтобы кто-то захватил ее. Чтобы мы потянули. 400 очков. Мне осталось 200 опыта, друзья. Всего лишь 200 опыта. Мне осталось. Это значит то, что в этой катке звонка будет. И это великолепно. Интересно вообще, сколько за одну катку в этих званиях можно поднять не в джаггернауте. Возможно у вас, ребят, какие-то рекорды были. Можете тоже написать по этому поводу в комментариях. Мне будет интересно почитать. Я, честно говоря, не знаю, сколько здесь можно фармануть. Сколько в джаггере можно набить? Это я знаю. А вот сколько можно в простом бою набить? Тут я уже, честно говоря, хз, хз. О, бомбочка там снизу. Тебя зацепила молодого бомбуля. Наверное, я тоже стоит. Прострелил, лучше бы я немножко под куполом стоял. Да, ну что ты у вас в контроле что? Ох, как звонку-то получил! В прыжке я вообще великолепно. Ничего себе, даже не знал, что у меня уже. Прямо сейчас будет звонка, так прыгал. Попал, конечно, красиво. Но если бы еще в минус не упал, было бы еще лучше. Великолепнее. Но это, конечно, мой уже статус. В минус падать. Поэтому здесь ничего удивительного в этом плане, наверное, таки и не было. Так. Осталось 3 минуты до конца. За 3 минуты я набил 600 очков. 600 очков за 3 минуты, друзья. Вот вам и разница. Там катка была, где меня что-то фокусили, мешали. Но у меня ничего особо не получалось. И здесь катка, да? То есть, можете сравнить просто. Два боя. Но, к сожалению, она будет, конечно, с досрочкой. Я здесь до 1000-ки не дотянусь. Но чисто в теории, здесь, наверное, даже до 1000 можно было бы дойти по опыту. По очкам, да? По опыту-то я дошел здесь до 1000. Вот по очкам. К сожалению, нет. Хотя, точку сбили. Может быть, еще сейчас шанс. И будет на поднятие дополнительного опыта. Что за вулкан жесткий? Нафиг там есть такой урон наносишь, вдруг. По грамму сейчас. По грамму по галфу не кинуть. Ладно, что он меня не слил. Хорошо. Замечательно. Но это, похоже, уже захват. Потому что там купол. Скорее всего, уже никто из противников здесь ничего не сможет сделать. И у меня, к сожалению, тоже дополнительного овердруева нема. А это значит, что дополнительный опыт я не получу, друзья. Я не получу. Галфу слили. Гром меня отправил на рез. И, соответственно, катку мы выиграли. Отлично. Две заданки я выполнил. По киллам, конечно, я здесь не поднял, не выполнил, к сожалению. Но плюс звание, плюс новые какие-то вооружения интересные, которые мне не нужны. Единственное, наверное, только резист. Вот от магнума это интересная вещь вообще, в принципе. Ставим, наверное, сразу на прокачку, если у меня хватает кристаллов. Ага, кристаллов хватает, конечно. На гром. Так, кристаллов 12 тысяч надо. Открываем контейнер. Надеемся на то, что что-то хорошее дропает. Ага, конечно, дропает. Так, ну и открываем сверху 8 недельных контейнеров. 18 тысяч. И мне хватает на прокачку одного шага грома. Это очень даже хорошо. Мы его, конечно же, прямо сейчас ставим на прокачечку. И еще дополнительную расходочку получаем. Ну, здесь с расходкой вообще все хорошо на этом аккаунте. Если я не ошибаюсь, то здесь у нас по расходке... Ну, вообще все великолепно по расходке. Ставим гром на прокачку. И это все, наверное-таки. Наверное-таки все, что я хотел здесь сделать. Диктатора мне кристаллов... Ой, чуть-чуть не хватает. 400 кристаллов. Но я думаю, что сегодня вечером на стриме сможем на него как раз-таки и набить. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал обязательно. А также нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька, друзья. 200 лукасов. Следующий видос по данному замечательному аккаунту. Всем удачи и всем пока, друзья.